Баку дает понять, что может выйти из трехстороннего соглашения. В преддверии встречи Пашинян Путин Азербайджан предпринял целый ряд шагов, которые должны продемонстрировать его готовность к отказу от трехстороннего соглашения и подготовке новых агрессивных шагов, не только в Арцахе, но и Сюнике. Дважды за последние дни на дорогах Арцаха с азербайджанской стороны забросали камнями машины с армянскими номерами, а вчера был осквернен памятник танк на дороге из Степанакерта в Шуши, который контролируется российскими миротворцами. Ранее Баку обнаружил остатки ракет «Искандер-М» в Шуши, обвинив российскую сторону в поставках Армении ракет, экспорт которых запрещен в России. Бакинские власти обвиняют Москву в том, что она контрабандой доставила запрещенное оружие Армении. Азербайджанская сторона утверждает, что трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе в настоящее время находится под угрозой из-за действий Армении и России. Главные опасения Баку включали ввод армянских войск в Нагорно-Карабахский регион через Лачинский коридор и помощь России в модернизации армянской армии. Российская сторона заявляет, что готова модернизировать вооруженные силы Армении. Но если мы говорим о прочном мире, то так оно и есть. Стоит ли это того? Сообщает издание СОА, приводя слова Алиева. Фактически, речь идет о Сюнике. Армянские эксперты не исключают агрессивных действий Баку для обеспечения связи Турции и Азербайджана через Зангизур, о чем говорил Алиев. Бакинские аналитики недовольны тем, что Армения позволила России развернуться в Сюнике. В Баку заговорили о том, что это может привести к появлению турецких и азербайджанских военных объектов в районе армянской границы и выходу из трехстороннего соглашения. Инцидент на дороге Давид Бекшурнух в очередной раз подтверждает необходимость создания в срочном порядке зоны безопасности в Сюнике. Об этом заявил омбудсмен Армении Арман Татоен. Инцидент произошел на участке Давид Бекшурнух 4 апреля, азербайджанские военные забросали камнями машину с армянскими номерами. Омбудсмен заверил, что о нападении будут проинформированы и международные структуры. Им также будет представлена концепция создания зоны безопасности, о которой омбудсмен недавно рассказывал президенту Армену Саркисяну. Помимо каменной войны, Азербайджан использует и другие рычаги давления, Баку категорически отказывается возвращать армянских пленных и выдвигает новые условия. В частности, Баку настаивает на предоставлении им карт минных полей. По сути, в ответ на давление со стороны международного сообщества в этом вопросе, азербайджанская сторона пытается оправдать свои действия, выдвигая ложную повестку карт заминированных территорий, говорится в заявлении МИД Армении. За все время конфликта азербайджанская сторона не выступала с предложениями о сотрудничестве в вопросах разминирования, более того, прилагала все усилия, чтобы сорвать реализацию программ разминирования в Армении и Арциахье. Достаточно вспомнить, что в 2016 году Азербайджан заблокировал продление мандата офиса ОБСЕ в Ереване под предлогом поддержки программ по разминированию, что и привело к закрытию полевой миссии ОБСЕ в Армении, отмечено в МИД.